11-летний подросток страдает серьезным заболеванием сердца. У мальчика суправентикулярная тахикардия, но ему недоступны жизненно важные лекарства. Почему? Не пройти, не проехать. По чьей вине жители одного из районов столицы оказались отрезанными от города. Да, проблема рядовых казахстанцев в фокусе внимания наших корреспондентов. И о них мы сегодня расскажем. С вами я, Амир Саминбетов, и в эфире программа «Фокуси». Здравствуйте! Это 11-летний Муса Богачеев. Подросток ничем не отличается от своих сверстников, но это на первый взгляд. Играть в футбол, бегать, как все его друзья, словом, вести активный образ жизни он не может. В трехлетнем возрасте у Мусы обнаружили заболевание сердца. У него суправентикулярная тахикардия. В один из дней у него даже остановилось сердце, говорит его мама Фатима Богачеева. И несмотря на хронические проблемы с сердцем, ребенок не может получить первую или вторую группу инвалидности. Женщина жалуется, что в прошлом году ему присвоили третью группу. В результате им стали недоступны жизненно необходимые лекарственные препараты. Почему же чиновники отказывают мальчику в получении необходимой группы инвалидности, расскажет Бахет Жармухаметова. Обычная для каждого из нас прогулка по парку для Мусы – это настоящее испытание, сопряженное с риском для жизни. И это не преувеличение. У подростка слабое сердце, которое может остановиться в любой момент. Муса часто теряет сознание, поэтому он под постоянным наблюдением мамы. Фатима Богачеева рассказывает, первая остановка случилась в трехлетнем возрасте. У нас была 5 секунд паузы сердечной. Это очень большая пауза, это очень сложная ситуация. Нас подняли в реанимацию. Сколько времени прошло для матери, мне кажется. Его в отделение подняли в аритмологию, и он уже потерял сознание. Там массаж сердца делали, и столько врачей было. Естественно, когда у ребенка пауза, когда его забирают, и врачи бледнеют от страха и делают этот массаж, когда кто-то несется там с кислородом. Это очень страшно. Потом я зашла в реанимацию, он весь в этих трубках, под мониторами. Страшно было. Остановка сердца не прошла бесследно для здоровья подростка. Из-за слабого ритма в Мусе установили кардиостимулятор. Однако полностью исцелиться, конечно же, не удалось. Фатима Богачеева утверждает, что сын очень часто падает в обморок. Я же вижу, когда ему плохо становится, он же бледнеет практически. Но это зависит от погоды, допустим, от бухоты. То есть в поликлинику пошли, там было, что два раза мы теряли сознание. Уже врачи идут нам на встречу, на дом приходят анализы брать. Изначально был один диагноз – синдром слабости синусового узла. Через 9 месяцев у нас прибавляется еще одна патология – суправинтикулярная пароксизмальная тахикардия. Фатима Богачеева жалуется, что в прошлом году Мусе присвоили третью группу инвалидности. Мама-подростка объясняет, что до прошлого года детей вообще не делили по группам. А теперь градация ударила по многим семьям, воспитывающим малышей и подростков с особенностями здоровья. Дело в том, что если третья группа, то не придают значения самому заболеванию. То есть заболевание сложное, а значение этому не придают. Если вторая группа, то, соответственно, и отношения лучше. Даже элементарно, чтобы получить какие-то услуги, какие-то львоты. То есть третья группа – это, ну, как бы считается, что она есть, что ее нет. Фатима Богачеева – мать-одиночка, воспитывает троих детей. Живет семянной пенсии у Мусы и большая ее часть уходит на покупку лекарств. Если была бы первая или вторая группа, им выдавали бы их бесплатно. Женщина обращалась куда только можно, но все безрезультатно. И сегодня она уже не знает, в какие инстанции жаловаться и где искать справедливость. Это проблема МСС, которую они должны рассматривать. То есть когда я у них спросила, почему вы нам не усиливаете группу, они мне сказали, у вас сатурация в норме. Хотя у нас вообще сатурация не имеет к нашему заболеванию никакого отношения. Обращалась к Ерлану Кенову. Это был бывший вице-министр, министр социальной защиты. Приятный человек, он меня выслушал, без записи он меня принял. И я не просила денег какой-то, денежной помощи. Заболевания сердца, которыми страдает 11-летний Муса, неизлечимы. Однако, принимая необходимые медицинские препараты, он может вести нормальный образ жизни. Но пока они ему недоступны. Его мама недоумевает, почему специалисты, которые выдают группу инвалидности, не осознают всю серьезность заболевания подростка. Мы написали официальный запрос в Министерство труда и социальной защиты населения, чтобы они ответили на вопросы мамы Мусы Абагачиева. Ну и, конечно же, на вопросы нашей программы. Мы будем на связи с этой семьей и обязательно вернемся к теме инвалидности в следующих выпусках. В столице продолжается строительство новой автомагистрали в районе вокзала Нурлужол. Реализацию этого проекта особенно ждут автовладельцы. Новая дорога позволит разгрузить движение по нескольким проспектам и улицам. И главное, сократит количество автомобильных пробок. Согласитесь, новость хорошая как для астанчан, так и для гостей столицы. Но, как вводится в этих случаях, есть одно существенное «но». Масштабное строительство ведется едва ли не под окнами жителей дачного массива Икарус. И такое соседство едва ли кому понравится. Вот и владельцы сотен дачных участков возмутились без церемонности дорожной компании, которая завалила горами песка и строительным мусором все подъездные пути к садобоческому обществу. Люди оказались фактически в заложниках. Они отрезаны от города. Тем более, что строительный участок не огородили забором, что создает опасность для детей. Наша коллега Шулпан из Басар побывала на месте строительства и выслушала все недовольства людей. Дорогу к этим дачам сейчас найти трудно. И только благодаря местному жителю мы наконец-то смогли проехать к массиву. От некогда огромной территории участков остались около сотни домов. Остальные снесены и застроены новыми жилыми комплексами. Те, чьи дачи не снесли, терпеливо ждут своей очереди. Но строительство новой дороги стало для них настоящей головной болью. И без того до них с трудом можно было добраться. Они страдали от отсутствия асфальта и уличного освещения. А тут еще новых проблем прибавило строительство новой магистрали. Здесь я проживаю более 15 лет вместе с детьми и внуками. Недавно по соседству начали строить дорогу, вырыли котлован. И теперь вы сами видите, живем в окружении гор песка и мусора. Почему прикрыли дорогу? Скажите, пожалуйста, как будем ходить? Меня все, я посажена, у меня дача 43 года уже. Я не могу ходить. Ни машина не может пройти, даже пешком не можем уже ходить. Весь завалили песком или мусором. Как можно ходить? Пешком иду, в 48 сижу. Сегодня еле-еле пришла, вот так, пылищи. Ветхий дом Макен-Канеевой граничит с ярким фасадом новостройки. Вместе с соседями пережила весь шум, пыль и все неудобства возведения этого жилого комплекса. Но больше всего ее возмущает, что весь мусор и развалины снесенных домов стройкомпания выбросила прямо у забора ее дома. И, судя по всему, вывозить строительные отходы не собираются. И вот под ее окнами в очередной раз заработала спецтехника, и строительного мусора стало еще больше. Дети играют здесь, постоянно ранятся от камней и стекла. Когда мы спросили, когда они здесь уберут все, они ответили, что когда закончат все строительство до конца. А уже два года мы живем по соседству с мусором. Дома и на улице дышать нечем. В дом постоянно песок заходит. Недавно мой внук упал и сильно поранился. Сейчас весь в цыпках, живого места нет. Дома не удержишь. Хотя бы аккуратно бы убрали, сделали заграждение. Дорога, которую перекрыли строительными работами, вела коротким путем к единственной водозаборной колонке. Сейчас люди идут туда долгими обходными путями. Кроме того, беспокойство жителям доставляет бесхозный дом, за которым закрепилась дурная слава. У нас здесь был прямой выезд на магистральную улицу. Там единственная колонка, откуда мы набирали воду. Она сейчас перекрыта. Сейчас большой круг делать приходится. Жители жалуются и на постоянные перебои с электричеством. Они и сами понимают, что их дачный район старый. Столбы еще с советских времен. Поэтому провода не выдерживают нагрузки современной техники. И постоянно обрываются. Отсюда у нас протянут свет. Дети вон играют. Привязали к дереву. Раньше вообще на земле валялось. Это мы еще подняли и привязали. К нам сюда не приходят с госструктур. Живем в центре города. С этой стороны вокзал, с этой аэропорт. Никому не нужные и забытые. Вон сравните тот столб и наш старый, деревянный. С утра выключаются, приходишь вечером, опять нет света. Холодильник отключается, продукты портятся. Вы видите, у нас старые тонкие провода. Не выдерживают нагрузки. Они рвутся постоянно. Их золотают. Они обратно рвутся. Зимой из-за снега нет дороги. Звоним в 109. С большим усилием приезжает техника и расчищает дорогу. Весной с таянием снега здесь грязи по колено. Но больше всего родители переживают за детей. Особенно за малолетних. Целыми днями взрослые на работе и уследить за ними сложно. Почему стройкомпания не оградила забором жилые дома от строительного объекта, возмущаются люди. Здесь тоже горы сделали. Вот, получается, трактора КамАЗы навозили. Дети гуляют. Не дай бог осыпется. Ограждения нету. Забора не поставили. Главное, дорогу перекрыли, забор поставили. А здесь не перегородили. Плюс там вырыли большой котлован. Вечером дети гуляют. Пожалуйста, у меня еще двое детей старших. Пойдут вечером. Все, потом не найдем. Асгер, так понимаю, здесь все дорогу делают. Надо как-то их заставить, чтобы они сделали здесь ограждение. Хотя бы забор поставили высокий. То, что они там ленту натянут, детей это не остановит. Как признаются люди, живут они здесь уже более 20 лет. Когда-то на заре 2000-х переехали в столицу в поисках лучшей жизни. Много лет они ждут сноса домов. Однако, больше всего волнует собственников дач сумма компенсации. Будет ли она достаточной для приобретения комфортного жилья? Мы обратились с официальным запросом в аппарат Акима столичного района Алматы для разъяснения ситуации. Автор сюжета Шулпан Исбасар встретилась с районным руководителем отдела инфраструктуры Нурматом Абраимовым. Более того, на месте строительных работ на вопросы моей коллеги ответил начальник участка подрядной организации Казгерстрой Мейрам Тургайев. И для представителя стройкомпании возмущения жителей Массива и Карус стали настоящим открытием. По его словам, никто из жителей жалобами к ним не обращался. Я нахожусь здесь с 7 утра до 9 вечера. Никто ко мне не подходил, никто не обращался. С этой стороны подходила одна женщина, но мы проезд ей подровняли, подсыпали и она проезжает. А так, если подойдут, мы принимаем меры какие-то. Мусор весь убираем, грунт вывозим. На данный момент мы находимся на отрезке участка продолжения улицы Оладала, между улицами Нажмеденова и Байтерсенова. Заказчиком которого является управление транспортом и развитие дорожного транспортной инфраструктуры подрядной организацией Казгерстрой. На данный момент проводятся работы по укладке инженерных сетей. В текущем году планируется обеспечить проезд для разгрузки автоматильных потоков. Также по обращению жителей дачного общества и Карасу в аппарат Акима района Алматы не поступало. А данные инертные материалы, которые на сегодняшний день складированы, они все будут убираться. Ориентировочно в течение двух недель получается. На сегодняшний день уже работы начаты, мы договорились с речью с жителями. Там у них основной вопрос стоит по сносу дачных обществ. Для детального рассмотрения данного вопроса мы с жителями обговорили. На точечном подойдем, потому что есть часть, отвод земельную часть, которая попадает под строительство дороги. Есть часть, земельную часть, которая попадает под строительство МЖК и социальных объектов. Остается надеяться, что эти обещания не останутся просто обещаниями. Они будут выполнены. И жители многострадального дачного массива Икарус наконец-то разрешат свои многочисленные проблемы. Ну а мы будем держать эту историю на контроле. Два года назад в Павлодарском колледже информационных технологий провели масштабную реконструкцию. Учебное заведение, которое в этом году исполнилось 55 лет, стало соответствовать всем требованиям. И особенно большое внимание при этом было уделено инклюзии. Так ли это на самом деле и насколько здание колледжа приспособлено для маломобильных граждан в нашем следующем сюжете. На базе колледжа информационных технологий в 2021 году открыли IT-хаб. Здесь самое современное оборудование и есть даже четыре профильных лаборатории. 3D-прототипирование, различные станки и наилучшее оборудование для создания различных приложений. Еще одно преимущество учебного заведения то, что здесь работают и обучаются люди с ограниченными возможностями. Мы совместно с руководителем проекта «Доступный Казахстан» Александр Шаронов и решили проверить здание на доступность. Итак, первые замечания с входного пандуса. Вот эти крепления здесь, они должны быть всегда на нижнем поручни, идти снизу крепиться. Вот так поручень должен быть непрерывный. А здесь можно стукнуться и опять выбить руку себе, да? То есть вот здесь непрерывно можно пользоваться, а здесь вот каждая стойка будет мешать. Это тоже часто встречающееся нарушение. Второе нарушение. Неправильно расположена кнопка вызова. Она должна быть перед пандусом, чтобы маломобильные граждане могли попросить о помощи. Но ее почему-то установили перед входной дверью. Заходим в учебное заведение. Еще большое нарушение для людей незрячих и слабовидящих. Ну, даже незрячим не подходит для слабовидящих. Обязательно на стеклянных дверях, на стеклянных перегородках должны быть контрастные предупреждающие таблички. Для того, чтобы человек видел, что здесь препятствие. Потому что слабовидящий человек, он не видит, что здесь стекло. Он просто может подойти и лицом удариться. Визуально и не скажешь, что колледжу 55 лет. Светлые коридоры. При входе в кабинеты нет порогов. Стильная мебель. Современный дизайн. Сразу на первом этаже расположена столовая. Первое, что сразу же бросается в глаза – умывальники. Но вот только воспользоваться ими люди с ограниченными возможностями не смогут. Умывальники должны быть без вот этой стойки. Ну, хотя бы один. Потому что человек подъезжает сюда, он должен вплотную к раковине подъехать. Зеркало высоко. Мы видим. О, здесь высоко. То есть, представляете, если человек на кресло-коляске, ну как нужно будет поднимать руки для того, чтобы их высушить. Аналогичное нарушение и в уборных комнатах. Но здесь еще и поручнями создали барьер к раковине. Есть кнопка вызова. Решили проверить. Но к нам никто не пришел. Подъехать к унитазу можно. Есть относительно места. Конечно, по нормативам недостаточно. Но можно закрыть на это глаза немножко. Если поручень убрать, подъехать можно. Но с другой стороны поручня нет. Также на первом этаже главного корпуса имеется спортивный зал. Но здесь опасное препятствие. На лестничном пролете установлены швейлеры. Они недопустимы. Во-первых, удержать человека на коляске будет сложно. Во-вторых, отсутствует второй поручень. В-третьих, расстояние колес между колясок может быть разным. Мы решили посмотреть, как же люди с ограниченными возможностями поднимаются на верхние этажи. Вот нажимает кнопочку. Он пошел спускаться. Потом. Нажимает. Сложи. То есть ему надо ни руками опускать, потому что у кого-то могут быть руки слабые. Сотрудник колледжа наглядно объяснил, как пользоваться подъемным пандусом. Никаких нарушений. Только так можно создать безбарьерную среду для старого здания. Мы решили пройти в легендарный корпус IT-хаб. Так, вот пандус мы видим. Во-первых, подъезд к пандусу, видите, неровный. Здесь забыли выровнять. Все вот такое бугритое. На кресло-коляске очень сложно подъезжать. Здесь неправильно поручни сделаны. Оно потому что, вот видите, с этой стороны низкий поручень. Они должны на одном уровне быть 90 и 70 сантиметров. На пандусе два поручня с двух сторон. 90 и 70 сантиметров. Здесь один, и он еще низкий. Здесь кнопка вызова установлена правильно, перед пандусом. Решили проверить. Ждали около 15 минут, но никто на помощь к нам таки не пришел. Других нарушений в новом корпусе мы не увидели. Безбарьерная среда здесь создана. Мы увидели и студентов, и педагогов, которые пользуются колясками. Но все же есть ряд замечаний со стороны экспертов. Нарушения мы видим. Сейчас дальше будем работать. Что в наших силах? Если мы предложили и наши изменения не внесли, мы можем написать жалобу. Есть ответственный орган, который за это отвечает. Департамент комитета по труду. Туда пишется жалоба. Помимо того, что жалоба пишется, обязательно прикладываются фотографии. То есть на словах я не могу написать. Мне нужно обязательно доказать, что я правильно пишу, что есть недостатки. На основании этого они выезжают сюда, проверяют. И если подтверждается все, они вносят предписание, дают время на устранение недостатков. Если недостатки не устраняются, то они штрафуют. Штрафы очень большие. И штрафы накладываются не на учреждение, а на руководство. Казалось бы, есть пандусы, специальные знаки, подъемники. И многие не задумываются о том, насколько они удобны. А страдают от этого люди с ограниченными возможностями. А это значит, что их права нарушаются. При этом руководство колледжа заверяет, что это не их ошибка, а проектировщиков. Но они готовы взять на себя всю ответственность. И сейчас, во время каникул, устранить все недочеты. Мы эти замечания все учтем. Мы их обязательно исправим. Потому что для нас это самое главное на сегодняшний день. Чтобы среда, наш колледж и обучение было доступно для всех. На сегодняшний день у нас в колледже обучается в общей сложности 894 студента. Из них 849 – это студенты, обучающиеся по государственному образовательному заказу. Среди общего контингента у нас есть двое студентов с ограниченными возможностями. И один преподаватель. Еще на стадии реконструкции здания необходимо было привлечь экспертов, которые дали бы свое заключение. И тогда этих недочетов удалось бы избежать. Тревожный сигнал поступил в нашу редакцию от жителя Акмолинской области Александра Троценко. Мужчина прислал фото и видео, которые снял по дороге из Кукчета в поселок Шантубе, что находится в 350 километрах от столицы. По его словам, на одной из остановок он и его спутники столкнулись с огромным количеством гусениц, которые буквально оккупировали лесопосадки вдоль всей трассы. Александр – будущий эколог, поэтому он не понаслышке знает, что массовое нашествие личинок-насекомых грозит печальными последствиями для зеленых насаждений. Вон оно, все дерево в нем. Вон еще два. Вот они. Все вдоль всей дороги, все березы завитые. Вот такие вот гусеницы. Мы связались со специалистами Министерства сельского хозяйства. И, что удивительно, реакция чиновников последовала незамедлительно. Была создана рабочая группа. Специалисты провели исследования лесных насаждений в этом районе, а также самих личинок-насекомых. Мы спросили у эколога Сельскаковой, насколько опасно нашествие гусениц и как объяснить природу этого явления. Она также рассказала, какие меры необходимо предпринять для борьбы с ними. Это природное явление. Оно возникает периодически в разных регионах страны. Такие вспышки обусловлены сочетанием нескольких климатических факторов, таких как длительность, разность температур. Например, если зима была более теплая, весна была более ранняя, с меньшим количеством осадков, также на эту ситуацию очень сильно влияет активность птиц, потому что в пищевой цепочке именно птицы поглотители насекомых. Поэтому здесь нужно смотреть на все факторы. В общем-то, они для человека безопасны, опасны они для лесного фонда. В основном страдают деревья, такие как осина, тополь, береза. И в этих случаях нужно мониторить ситуацию и предотвращать риски ущербов. Нужно сказать, что кроме повреждений лесного фонда, страдают сельхозугодия, бывают ситуации, когда теряется урожайность, бывают ситуации, когда они перебегают или переносятся на пастбище. Главное, чтобы это не был карантинный вредитель, потому что если он придет к нам с Юго-Восточной Азии или еще с других уголков страны мира, то это будет уже опасно. Карантинный вид наиболее опасен, поскольку он не присущ нашей климатической зоне. В данном случае речь идет о некарантинном виде гусениц. Так являются оккупировавшие лесопосадки гусеницы карантинными вредителями? Или же опасения Александра Троценко напрасны? Об этом мы спросили жуломана Калиева, руководителя отдела карантина растений Акмолинской области. В результате обследования были обнаружены единичные экземпляры, гусеницы, то есть вредители леса. Это был подвид, шелкопрядок, коконопряд. Гусеницы данного вредителя живут колониями в паутинных гнездах. Но основное растеление на березе, тополе и осине. Также мы отобрали образцы этих гусениц и направили в Акмолинский филиал госучреждений Республиканский центр карантинных растений на подтверждение карантинного объекта. Согласно экспертизе, гусеницы являются вредителем леса и также повреждают лесные насаждения. Тем самым может принести большой урон лесному фонду в Санкт-Петербургской районе, в целом по Акмолинской области. Согласно этого, мы сразу же отправили в Санкт-Петербургскую районную территорию и руководителям было отправлено письмо для принятия действительных мер по сохранению лесного фонда Санкт-Петербургской района. Также руководитель отдела карантина растений Жуламан Калиев сообщил, что результаты анализа были направлены во все профильные ведомства для принятия действенных мер по сохранению лесного фонда. По словам чиновника, из областного бюджета выделены 25 миллионов тенге для химической обработки лесных насаждений от нашествия гусениц. И как нам рассказали местные жители, специалисты уже приступили к борьбе с ними в Буландинском районе Акмолинской области. Вот такие непростые истории оказались сегодня в фокусе внимания наших корреспондентов. Если и вам есть что рассказать, присылайте свое видео на мобильный мессенджер по номеру 8771 605 0369. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь к нам со своей проблемой. Мы рассмотрим каждый случай со всех сторон. А самое важное вы увидите в эфире телеканала Хабар. С вами был Амир Саминбетов. До встречи.